Добрый день, дорогие любимые ученики, подписчики и зрители канала YouTube. С вами школа шития Тимофеевых и потомственный портной Тимофеев Александр. Сегодня у нас с вами очередное занятие, посвященное выполнению вот такой вот горловины. Здесь горловина с люверсами, но это уже я как бы дополнил для общего образования. Но что я хотел, главное, рассказать и показать, и научить, и объяснить. Вот про вот этот вот участочек, который у нас вот здесь вот образуется. У многих получается при выворачивании обтачки на изнаночную сторону, здесь получается не так, как хотелось бы. Во многих вот инструкциях, выкройках готовых, в учебниках, книгах, вот такую мы видим картину. То, что здесь у нас вот так вот соединяются обе линии по линеечке. И мы потом на швейной машинке прострачиваем сюда, прострачиваем наверх, разрезаем, выворачиваем. И вот здесь получаются у всех нехорошо. Вот я сегодня вам раскрою тайну, секрет. Кто не знал, узнает. Как сделать так? Вот строчить нужно не вот по этим линиям. По каким вы узнаете на занятии. Чтобы здесь получилась при выворачивании идеальная картина. Здесь вот просто шнурочек закрывает. Ну вот, как вы видите, вот здесь вот у меня получилось идеально. Здесь нет никаких вот расстояний между этими двумя срезами. Они друг на друга не находят. И вот главное, вот на этом участке нету жеваного эффекта. Вот все получилось очень красиво. Изучив данную технологию, вы сможете шить и платье из сица с такой горловиной. Вот разницы нет, какую ткань вы возьмете. Здесь футер, здесь вот ситец, обыкновенный хлопок. Вот я тоже сделал эту горловину. И чтобы вам показать, что здесь одна и та же технология. Также на занятии вы узнаете, как сделать так, чтобы вот идеально по линейке совпали вот эти оба вот уголочка. Вот этот и этот. Строчить нужно здесь, не отступая от среза какие-то сантиметры, как мы обычно, на лапку отступаем. А вы узнаете, вот на что ориентироваться, чтобы здесь не получился один ниже, один выше, один выше, другой ниже. Вот идеально по линейке. И также вот видите, горловина прекрасно сидит, нигде не тянет, нигде не искажена. И про влажно-тепловую обработку я расскажу. Как ткани с ворсом подвергаются влажно-тепловой обработке. Вот мой способ. Переходим от слов к делу. Приступаем. Для выполнения мастер-класса нам потребуется основная ткань. Я взял полметра. Сложил ее вот таким вот образом, чтобы и здесь был сгиб, и здесь был сгиб. Выкройки я построил по своей системе. Вы можете построить по своей, если у меня обучались по моей. Или взять понравившуюся изделие, распороть, и у вас получатся выкройки. Если вы делаете первые шаги, только купили швейную машину, и пока хотите вот попробовать. Пожалуйста, это не препятствие. А вот вырезы горловин, именно вот эти величины, которые вот здесь присутствуют, я их на сайте разместил под роликом ссылка. Если вам нравится горловина, которую вы видели на манекене, глубина, ширина и вот длина выреза, то вы можете вот эти же величины отмерить, как у меня на сайте. У вас получится абсолютно одинаково идентичная горловина. Или уже делаете по своему желанию. А вот в центре я разместил обтачки. Обтачки это копия вот этих участков. Я специально их разместил вот в таком вот варианте, чтобы вы увидели, что здесь все хватает, все прекрасно. Вот. И данная обтачка для выполнения передней части. Тоже все размеры я обозначил на сайте. Что я сделаю? Я самостоятельно вырежу, оставляя припуски на швы. И затем мы займемся технологией. Еще нам потребуется клеевая. Вот. Клеевая у меня дублерин. Но он, знаете, он вот стрейчевый и совсем, ну, такой вот прям тонкий, что вот он даже чуть-чуть потянешь, он аж сразу разрушается. Вот. Он не такой, как дерюга. Вот. Он, ну, совсем вот тонкий-тонкий. Сейчас выбор есть. Как вот пух тополины. Также вы можете совсем не пользоваться клеевой или не клеевую проложить прокладку. Все зависит от ткани, от вашего желания. Ну, для того, чтобы научиться, вот, возьмите, как я, хотя бы повторите вот за мной, у вас тоже самое получится. А потом уже с опытом вы будете сами знать, какой вам использовать в данный момент материал для дублирования. Также нам потребуется, так как мы решили вот с люверсами делать мастер-класс, это нам потребуется, чтобы просто обработать. А для того, чтобы укрепить люверсы, во-первых, они сами нам потребуются. Они продаются в магазинах как в рассыпную, так специальные наборы, уже со специальными инструментами, чтобы их укрепить. Вот. Ну, они бывают разных размеров, вот, и разных цветов. Вы подбираете под ткань, под модель, и еще нам потребуются инструменты для их установки. Если вы не вот такой набор приобретаете, то вы приобретаете один раз в жизни вот такой вот инструмент, дырокол я его называю, для того, чтобы пробить сначала отверстие, а потом туда укрепить люверс. А чтобы люверс укрепить, вот такой вот инструмент нужен. Вот. Они продаются в магазинах рукоделия. Вот. Люверсы бывают как вот состоящие из одной детальки, так вот и из двух деталей. Здесь вот сам люверс и еще вот такая шайбочка, которая подставляется. Это когда большого размера. Ну, также вот и в наборах тоже эти шайбы есть. Также нам потребуются шнурки для того, чтобы оформить завязку. Они бывают как вот круглых вот таких вот форм, так и плоские. Разного размера, социальных цветов. Если у вас на конце имеется вот такая вот заглушка, я ее называю, то вы просто продеваете и пользуетесь. Если же заглушки нету, вот метражом продается, то вы должны в магазинах рукоделия приобрести вот такие вот тоже вот заглушки, или как их назвать. Вот они крепятся на окончании вашего шнурочка и укрепляются здесь. Вот. Тоже различных они бывают модификаций, различных конструкций. Что я сейчас сделаю? Я вырежу наши детали кроя самостоятельно уже. Потом поэтапно буду показывать технологию сборки горловины. Вырезаю, и мы с вами снова встречаемся. Я вырезал основные детали спинки и переда с припусками. Обязательно нужно центр, середину переда обозначить, середину спинки. И вот здесь вот эту вот точку, где у меня закончится разрез. Пока мы убираем, у нас здесь осталась ткань и две детали. Обтачка спинки и переда. Если я не буду проклеивать, то просто приложу на изнаночную сторону, выкрою и приступлю к стачиванию. Но я хочу продублировать клеевой. Поэтому я что сделаю? Я сначала переверну это все дело на изнаночную сторону. Здесь приложу сюда дублерин, чтобы у меня долевая совпадала. И его аккуратно зафиксирую. Как правильно приклеить клеевую? У меня есть ролик. Под этим роликом будет ссылка. Там очень подробно я рассказываю, почему я сначала приклеиваю клеевую, потом выкраиваю детали. Как сделать так, чтобы он у вас не отвалился в процессе использования изделия. Ролик очень прекрасный. Под этим роликом, пожалуйста, переходите. А я сейчас сделаю и вырежу уже детали. И уже мы с вами проклеенные детали будем стачивать друг с другом. И дальше продолжим наш мастер-класс. Я проклеил ткань и вырезал обтачки с припусками. Теперь моя задача обозначить обязательно здесь серить центр. Центр. Но я вот надсечки установил, просто надсечки соединю мелом и у меня получатся центры. Я проклеил эту ткань. Она у меня, смотрите, вот немножко с ворсом. Естественно, я ее проклеивал без проутюжильника. Я просто утюгом вот так вот аккуратненько прикасался и она у меня приклеилась клеевая. Вы должны понимать, что каждая ткань проклеивается по-разному. Я сейчас не буду на полтора часа ролик растягивать. В следующих роликах расскажу про специфику проклеивания различных типов ткани. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Нажимайте колокольчик. Даже если вы уже ранее подписывались, если у вас кнопка красная под роликом, значит YouTube каком-то образом вас отписал. Вот, я тоже на многие каналы подписан, кулинарные. Смотрю, у меня кнопка красная. В последнее время что-то такая тенденция. Она должна быть обязательно серая. Вот, я расскажу. А сейчас я просто тепленьким утюгом, не сильно горячим, прикрепил. И смотрите, у меня свежая клеевая была. Вот, только вчера я ее купил. Вот, смотрите, ее даже вот оторвать, чтобы очень трудно. Невозможно, да, можно сказать. Она разрушается у меня. Поэтому вот все прекрасно приклеивается и без влажного проутюжильника. Но если, конечно, у вас ткань позволяет через влажный проутюжильник, то лучше, как в том ролике, о котором я говорил, под этим роликом ссылка. И смотрите, вот можно и так оставить. Данная ткань не разрушается. Но все равно, вот, со временем будут здесь волокна ткани вот так вот отсюда выделяться. Лучше, конечно, провер ложить вот на данном участке обтачку, чтобы укрепить и клеевую с тканью, и оградить от последующего разрушения после стирок. Я обозначу центр нитками, вот. Затем я на швейной машине стачаю вот этот срез и стачаю вот этот срез и в разные стороны разутюжу. Стачивать надо обязательно, начиная от горловины. Вот. У вас при этом будет вот так вот треугольничек вот так выступать переда. Потому что строчка должна проходить прямо вот где один сантиметр от среза. А если вы вот так соедините, у вас тут потом будет вот такая ступенька и будет очень плохо. Поэтому соединяем таким образом, чтобы срезы соединились один сантиметр от верхнего среза. И начинаем стачивать. Здесь уже как получится, так получится. Потом можно здесь подравнять. Ни в коем случае нельзя подравнивать вот на этом участке. Я это уже много раз показывал и в платных, и в бесплатных курсах. Ну вот еще раз посмотрите. Обязательно нужно стачивать, соединять срезы не наверху, а именно вот где будет проходить на машинке строчек. Я прострочу, уже показывать это не буду, разутюжу. Клеевую можно убирать, можно не убирать со среза. Я не буду, потому что у меня очень нежная клеевая, тоненькая не буду. И проведу оверлок по внешнему срезу. Вот такая вот обтачка у меня получилась. Здесь у меня плечевые срезы. Я потом расскажу, как сделать так, чтобы здесь не было утолщения. Для того, чтобы мне рассказать, мне нужно сначала стачать саму кофточку. Вот я беру перед, лицевой стороной вот так наверх. Так, лицевая у нас вот здесь. Сверху прикладываю лицевой к лицевой спинку. И также вот здесь, как я вам уже объяснял, вот стачиваю, начиная от горловины к пройме. От горловины к пройме. Разутюживаю разные стороны. Данный материал даже не нужно разутюживать. Вот стачиваете, он сам вот так закругляется. Поэтому каждый материал ведет себя по-своему. Стачиваю. У меня получается горловина, окружность. И мы с вами приступим к самому нашему важному сегодня шагу. Выполнению данного вот участка. Чтобы он у нас получился очень прекрасно. Я прострочил по плечевым швам. Видите, я не утюжил. Вот у меня шов сразу сам вот так вот распластался. Потому что это футер. Но у вас, если будет ткань другая, то вы уже проведете влажно-тепловую обработку. И вот по горловине, видите, здесь вот получилось у меня, что срез прям идет. И вот срез идет. Ну, вот этот вот кончик, он здесь выходит. И здесь тоже мы его удалим. Соответственно, я вот так вот удаляю под углом, чтобы не тянуло. С этой стороны. Ну, тут немножко можно подровнять. Только не нарушайте шов. Вот, нитки шва. Вот и вот. И смотрите, вот здесь есть один мой совет вам. Мы сейчас приточаем обтачку. И вот эти швы у нас, они вот так вот друг на друга наложатся. И здесь получится аж четыре слоя ткани. Вот, основное изделие. Припуск на шов, припуск на шов, обтачка. Вот. И немного здесь будет... Конечно, здесь ничего не будет. Но уж если уж совсем ювелирно хотите работать, чтобы прям вот высшее качество было, то я советую здесь сделать вот плавный переход. Как он делается? Мы просто вот эти припуски уменьшим немного. И тогда у нас последовательно будет здесь. Берем буквально вот... Они у нас сейчас сантиметр, но сделайте их 6 миллиметров. Слишком сильно тоже не срезайте, чтобы здесь такая вот трубочка осталась, такая вот ниточка. Она будет потом... Неприятно будет к плечу для пользователя данной кофточки. Вот. Уменьшили. И теперь смотрите, когда мы приточаем, здесь они будут у нас последовательно с вами. Вот. Одна шире, другая уже. Вот. И они вот так соединятся. И вот здесь будет, видите, последовательный переход. О! Не такой грубый. Раз, раз, раз. А вот раз, раз и раз. Вот. Теперь что нужно сделать? Берем лицевую сторону нашего основного изделия. Здесь передняя часть, задняя часть. Берем обтачку. Это передняя часть, соответственно, задняя. Прикладываем лицо к лицу. Фиксируем по центру. Фиксируем по плечевым срезам. И по центру спинки. И еще раз там по плечевым срезам. Вот. И дальше я наметаю. Наметаю по вот этому кругу. Наметаю вот здесь, чтобы она у меня при стачивании вот не сдвинулась. Вы можете, конечно, накалывать, как вы привыкли. Я всем ученицам и сам пользуюсь вот уже много десятков лет только наметкой. Вот. Я не люблю вот эти иголки. Поэтому я сейчас что сделаю? Я наметаю. А мы потом с вами перейдем к швейной машинке и будем стачивать. Даже вот расскажу из опыта, если я сейчас уколюсь и у меня попадет капелька крови сюда, это будет уже очень большая проблема. Поэтому я много, немного, несколько раз так ошибся со светлой тканью. Да и с темной кому приятна моя кровь. Я лучше наметываю, убираю эти все острые предметы, а потом спокойно уже стачиваю. Вот мой такой жизненный вам совет. Я приметал. Вот нигде не искажается. Все выглядит красиво. Проверили вот еще раз. Проверили с этой стороны. Вот. Здесь у нас есть вот ограничитель, где у нас заканчивается с вами разрез. А на обтачке нет. Поэтому я возьму и здесь вот так вот тоже прометаю, потому что мы с вами строчить будем по обтачке. Если мы будем строчить по этой стороне, у нас клеевая будет задерживаться на зубчиках машинки и плохо будет проходить шов. Поэтому мы будем строчить с этой стороны. Сверху лапка более скользкая. А уже здесь вот ограничитель я установил. Вы можете сделать ниже, выше. Ну, главное, чтобы голова пролезла. Поэтому переходим к швейной машине и приступаем к стачиванию. Прокладывать строчку мы с вами начнем вот с данного участка. И главная наша задача обработать вот этот вот участок по всем правилам, по секретам моим. Опускаем иголку, начинаем прокладывать строчку. Отступив, сколько вы оставляли здесь на шов от среза. Так вот, не растягивая, потому что здесь по косой все выкроено. Вот, здесь у меня середина переда. У меня здесь минимальное расстояние, где-то 2-3 миллиметра, лишь бы мне разрезать. Поэтому я как можно ближе вот так сюда подъезжаю. Затем рукой, раз, раз, довожу вот до этого вот участка, переворачиваю. Иголка внизу, опускаю лапку и еду прям ориентируясь вот по вот этой центральной вот линии. Аккуратненько прокладываю строчку до вот этого вот участка. Вот здесь у меня заканчивается мой разрез. Я что делаю? Строчу, 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 строчу. Потом рукой вот так вот останавливаюсь вот здесь. Иголка внизу. Поднимаю лапку, переворачиваю вот так вот к себе. Опускаю лапку и строго горизонтально под прямым углом два стежка рукой. На педаль нажимать не надо. Раз и два. Все. Опять иголка внизу. Вынимаю. Поворачиваю к себе. Распределяю все, чтобы у меня там деталь не застрочилась вместе с моей работой. И параллельно этой строчке прокладываю строчку номер два. Здесь вот обратите внимание, где бы у вас тут не было разметка, сколько бы вы не оставили на шов, вы должны остановиться именно вот где у вас вот эта вот строчка, вот где вот этот вот уголочек у вас. Только в этом случае у вас будет здесь они идти вот на одном уровне. А то так будет один выше, один ниже, вот. Поэтому уже просто ориентируемся вот на эту вот строчку, вот где вы здесь останавливались. Можно еще немного проехать на машинке. А здесь уже рукой. Раз, раз. Вот, я думаю, достаточно. Можно вот так вынуть, проверить. Вот, нет, еще одну нужен, один шаг еще необходим мне. Раз. Вот, теперь нормально будет. И поехали стачивать в эту сторону уже до вот этой вот начала строчки. Просто по кругу. По кругу мы стачиваем, отступив одинаковое расстояние везде от срезов. Где плечи контролируем, чтобы у вас в разные стороны были. Здесь немножко толщина, поэтому здесь проезжаем уже более вот таким вот способом. Контролируя вот так все. Поэтому при покупке швейных машин, многие у меня спрашивают, какая лучше, какая хуже. Вот в данном, на данном участке очень играет важную роль мощность машинки. Она бывает 80В, вот, и так далее. Если у вас машинка слабая, она будет пробуксовывать. Вот бывают же детские, ну, такие игрушечные мини называются, мини. Они не смогут вот здесь проехать. Эта машинка, конечно, тоже не ахти, но проезжает. Я на ней уже много лет шью. А вот которая уже машинка Jack, она бывает разных мощностей. Она даже консервную банку пробивает, прошивает. Поэтому вот так тоже машинки различаются не только по количеству операций, а по мощности. Какая у нее мощность у машинки. Вот для таких участков. Так. Ну и так далее, да. Вот я вам просто показываю, чтобы вы здесь привыкали не растягивать. Не надо здесь тянуть. У вас горловина получится расхлябанная. Пускаем, естественно, строчку. Не растягиваем. Продолжаем. Здесь опять все смотрим, чтобы распределилось. Проезжаем этот трудный участок. Вот так я лапку поднимаю и туда подсовываю припуски. И видите, прекрасно проезжает. Здесь прям в эту строчку нужно въехать, чтобы не закреплять, не завязывать. Прям в нее вот так сантиметра два. Все. Мы с вами пристрочили. Убираем. Так у меня получилось. Видите, все на одинаковом расстоянии прострочено. Здесь идеально у меня получилось, о чем я и говорил. Вот здесь уголок, здесь уголок. Ну и, соответственно, здесь тоже получилось вот о том, о чем я говорил. Я сейчас возьму бумагу и на бумаге вам вот это нарисую. Что я хотел сказать. Почему здесь нельзя делать уголком острым. А именно вот так две строчки, два стежка нужно вот так вот прострочить по горизонтальной линии. Я сейчас уберу нитки-наметки. И мы с вами уже будем выворачивать, чисто вытачивать. Я удалил нитки-наметки. Теперь моя задача прорезать между вот этими двумя строчками до вот этой точки. Я хочу вам объяснить, почему я здесь горизонтально прострочил, а не так, как во многих источниках рекомендуют, уголочком. Вот, смотрите, я возьму бумагу, чтобы вам было хорошо, понятно и видно. Во многих источниках, раньше, когда я учился в журналах мод, в книгах, в учебниках и в учебном заведении, ради диплома я учился, нам говорили, вот, горловина, и вот так вот идет. Раз, два. Вот, строчите вот так, разрезайте, выворачивайте, и все будет прекрасно. Но на практике я убедился, что прекрасного мало, потому что вы вот здесь, ну, никак не сможете вот дорезать прям вот до этого, до этой точки. Вы где-то же остановитесь вот здесь, и вот этот участок у вас останется неразрезанным. И при выворачивании здесь получается очень худо, вот на этом участке, с лицевой стороны. Что показал вам я? Я показал вот такую вот историю. Вот, я прострочил, значит, опять-таки вот горловина у нас была, неважно, да, какого она здесь. Вот, здесь я дострочил, дострочил, и вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз, здесь раз-два. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, наверх поехал. Вот так я прострочил. Теперь, когда я буду резать ножницами, я великолепно смогу дорезать вот до этой точки. Если у меня вот минимальное расстояние, просто дорезаете, выворачиваете. Если вы здесь сделали побольше как бы расстояния, то уголочком, вот как мы делаем, когда карман, вот так мы режем. Раз-раз. Если у вас вот такая горловина, то тоже вот здесь не надо делать уголок. Делайте вот раз-два. Выверните, у вас с лицевой стороны получится идеальная вот такая форма. Если вы прострочите вот так, как нас учили, до вот этого, выверните, здесь получится плохо. Вот такой секрет. Я не знаю, может быть, вы знаете другой, может быть, он вам не понравится. Возьмите два образца, один сделайте вот так, один сделайте вот так. Выверните, посмотрите. Вот вы убедитесь, что вот этот способ очень хорош. Я им пользуюсь много лет, и поэтому я их рекомендую вам. Плохого я не посоветую, только полезное хочу посоветовать. Вот, если бы мне это сказали, когда я учился вот ради диплома, то я бы благодарен был. А мне не сказали, мне вот сказали, вот так строчи строго, вывернешь, все получится хорошо. Хорошо, что моя мама мне объяснила, что нужно вот так делать всегда, так не делай. Когда я начал вот так делать, получается прекрасно, выворачиваешь идеальный треугольник. Теперь берем ножницы остренькие и разрезаем между этих двух строчек, вот так вот прям, не задевая, не разрушая, конечно, всю нашу работу. Вот, очень внимательно разрезаем. И вот о чем я говорил, здесь дорезаем прям вот, ну вот, насколько вам ножницы позволяют. У ножниц должны быть очень острые кончики. Вот так вот, вот видите, прям вот, вот у меня немножко осталось еще, и я буду прям резать вот, 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 прям сюда. Да, если у вас кончики тупые, и вы будете вот так резать, вероятность есть, что вы прорежете 99% здесь дырку. Я уже так пробовал много раз раньше, потом на всю жизнь запомнил, только острые кончики ножниц. Да, вот здесь, конечно, нужно тоже, вот смотрите, здесь один момент тоже. Если вы чувствуете, что здесь необходимо вот так срезать, как мы обычно срезаем с вами, вот так вот при выполнении уголочков, срезайте. Если вы чувствуете, что это не надо, не надо срезать, вы вывернете, и у вас вот эта вот часть вот сюда вот так вот поместится, и все будет здесь прекрасно. Если вы срежете, при выворачивании у вас вот здесь провал будет, такой вот нехороший провал вот здесь. Видите, не всегда нужно делать так, как вот рекомендуют выполнять уголочки. Здесь у нас, я не буду срезать, здесь у нас, видите, как всегда идет немножко натяжение, можно сделать надсечки. И еще один, так же вот как и здесь мы сделали ступенькой, вам лайфхак. Если мы сейчас вывернем, у нас вот здесь получится, да, четыре слоя ткани, очень толсто, грубо, хотя тоже нормально получается, но можно же сделать еще лучше. А еще лучше это следующее. Мы берем и подрезаем один из этих швов чуть ниже, чем вот этот. Уровни делаем разные. Вот, опять миллиметра три нужно срезать. Слишком много не срезайте прям под корень. Миллиметра два три. И тогда у вас здесь получается, видите, тоже ступенькой последовательно. И когда вы выворачиваете, у вас уже такой тут, вот уже такой кант толстый не получается. Получается здесь вот, вот уже я вижу даже здесь мягче, а здесь вот у меня толще, а здесь уже мягче. Вот, жаль, камера не передает, вот здесь утолщение, а здесь видно, что вот прям вот идет последовательно и все прекрасно сходит на нет. Я сейчас выверну так обтачку, ну, вырежу везде три миллиметра, выверну, возьму иголку с ниткой и чисто выточаю. Ну, чисто выточаю это вот по краю. Да, и вот здесь вот видите, как прекрасно получилось, когда я чисто выточаю, вот о чем я и говорил. Великолепная обработка вот этого нижнего участка. Когда я еще выточаю, вам покажу, вы увидите, что здесь. Ну, и сейчас видно, вот так выглядит с лицевой стороны, с внешней, вот так с внутренней стороны, с изнаночной. Вот, попробуйте так сделать, сами убедитесь, если вы раньше вот испытывали проблемы вот с этим участком. Вот вам решение вашей проблемы. Я чисто выточил, вот так вот у меня получилось. Обратите внимание, здесь прям по линейке у меня. Это достигается вот этим вот советом, секретом, когда вы не от края отступаете, а ориентируетесь вот на этот уголок при выполнении второго. Прокрутите видео вот на этот, опять, момент. Обратите внимание, очень полезный совет спасет вас вот от таких проблем, когда у вас одна ниже, одна выше, одна выше, другая ниже. Вот. Здесь можно проложить строчку декоративную, вот. Но я не буду, потому что это нежная ткань, нежный такой цвет. Не хочу, чтобы здесь вдавливалась строчкой вот эта горловина. Пусть так и останется. Теперь здесь можно, конечно, оставить в таком виде, можно люверсы укрепить. Вот у меня есть различные, я уже показывал. Вот. И есть у меня шнурочки тоже. Этот шнурок можно продеть вот в этот, в этот диаметр. А уже вот потолще, конечно, нужно использовать потолще диаметр. Вот. Здесь есть как в рассыпную, так и вот, которые уже с установочным инструментом. Здесь есть инструкция, как устанавливать, ничего сложного нет. Я устанавливаю вот с помощью этих вот предметов. Я вам уже показывал 7 лет назад. Помню, я юбка была джинсовая. 7 лет назад я на ютубе разместил ролик. Целый мастер-класс там из трех дней даже, как бы марафон. Я даже уже не помню сам, о чем там была речь. Но я помню, что там я показывал. Значит, я беру, выбираю здесь именно вот под тот размер, который мне нужно. Вот. Прикладываю. Здесь есть разные размеры. Теперь вот у меня, например, горловина. Я вот так вот беру. Тут не сильным нажатием производится отверстие. Затем в это отверстие я вкладываю вот этот вот люверс. Если у меня вот маленький, то он просто вкладывается. А если он большой, то здесь еще шайбочка потом вкладывается. Вот здесь внутри есть такие шайбочки круглые. И в рассыпчатом виде, когда продаются, тоже есть эти шайбы. Затем вы берете вот этот инструмент и подкладываете его следующим образом. Вот здесь в одном месте как бы выпуклость, а в другом есть такая окружность. Вот окружность должна попасть на лицевую сторону вот этого люверса. Вот. А вот эта выпуклость, она раздвигает вот этот вот острый край. Вот с одного края он остренький. Тоже не очень-то сильно, как не сильнее, чем банки закручивать. Тут сила нужна. И все. Люверс установлен. Прекрасный, красивый люверс. Вот здесь вот я сейчас размечу на одинаковом расстоянии, самостоятельно установлю. Вот. А затем мы с вами на манекене посмотрим уже готовый вариант. Конечно, здесь нужно по плечевым швам тоже соединить. Вот видите, я соединил специально цветными нитками, чтобы вам показать. И ваша обтачка уже никогда на лицевую сторону не вывернется. Вы, конечно, можете здесь и контрольную строчку провести. Но сейчас я же говорю, если рассказывать все это на полтора часа. Вот. Я делаю обычно вот так. Прекрасно получается. Я укрепил здесь люверсы. Вот так у меня получилось. Теперь я хочу вам рассказать про влажно-тепловую обработку ткани с ворсом. Вот в данном случае у нас такая она плюшевая, футер. Как я обрабатываю? Я беру остатки ткани, которые лоскутки у меня остались, и утюжу только через эти лоскуты. Если мне надо что-то вот с лицевой стороны подровнять, я вот так сверху прикладываю, беру утюг и вот так вот аккуратненько, не сильно нажимая. Если мне что-то надо очень хорошо выровнять, то я немножко паром. Вот. Все. Вы можете пользоваться специальными приспособлениями, такими игольчатыми пластинами. Я, например, вот пользуюсь всю жизнь вот таким способом, и он меня спасает. Еще, если мне нужно что-то вот проутюжить, я сначала прикладываю лоскуток. Сверху я прикладываю работу. Вот. Например, мне нужно вот плечевой шов вот здесь немножко придавить, вот эту толщину. Сверху я опять прикладываю лоскуток вот сюда, потому что мне с изнаночной стороны тоже не хочется, чтобы у меня были примятые вмятины ворса. И аккуратно, конечно, вы можете еще и сверху проутюжильник, чтобы у вас не прилипла к утюгу ткань. Вот. И уже вот капитально сильно тоже не нажимайте, чтобы ворс. Вот паром-паром под большой температурой там все у вас прекрасно разутюжится. Вот про это я хотел вам рассказать. Вот такие ткани нужно обрабатывать, ну, я так обрабатываю, вот так ворс в ворс. И у меня никогда не бывает здесь примята, вмятин не бывает от утюга. Ворс у меня не приминается. Следующая наша задача, мы должны здесь укрепить с вами шнурок. Я уже вам показывал, у меня вот различные они есть. Вот, вы можете по вашему дизайну, может у вас какой-то контрастный тут цвет, может быть у вас плоский вариант, может у вас вот кругленький такой вариант. Ну, я, наверное, использую вот эту можно использовать. Вот этот вот вариант буду использовать. Он как раз здесь хорошо себя будет вести. Вот. Здесь есть масса вариантов, как продеть. Разными узорами можно. Я какой-то один выберу. Не буду уже сейчас в эти 10 отверстий на камеру продевать. Вот. А потом на манекене мы с вами посмотрим уже. И вот такая вот у нас получится прекрасная обработка горловины как раз на осень 2020. И на дальнейшие тоже времена тоже очень вам пригодится данный мастер-класс. Я благодарю вас за просмотр моего очередного урока. Хочется верить, что вы и посмотрите, и повторите, и у вас получится еще лучше горловина. Также мы от школы шитья Тимофеевых хотим выразить благодарность покупателям наших платных видеокурсов. Спасибо, что вы поддерживаете нашу деятельность. Если вам понравился данный видеоролик, и вы считаете, что он полезен для других любительниц шитья, то делитесь в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ожидает множество полезных, прекрасных видеоуроков. С вами был Тимофеев Александр. До встречи на новых видео. Продолжение следует...